Почти 475 миллионов рублей Чувашия направит на отдых детей. Об этом Михаил Игнатьев сегодня сообщил на еженедельном совещании в Доме правительства. На эти деньги в загородных и пришкольных лагерях укрепят свое здоровье 65% детей республики, в том числе 48 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все ли готово к заезду отдыхающих, расскажет Евгения Зиновьева. Оздоровительная кампания стартует в республике уже 1 июня. В этом сезоне в Чувашии откроются 383 учреждения оздоровления и отдыха, в числе которых 18 стационарных лагерей, 1 палаточный и 345 пришкольных. Питание в последних, кстати, будет организовано двухразовое на 92 рубля в сутки. Более 122 тысяч детей в этом году будет охвачено летним отдыхом и оздоровлением. Более 474 миллионов рублей будет направлено. Кроме того, из более 13 тысяч многодетных семей, значит, сейчас заявку подали на организацию охватом летним отдыхом, более 2600 заявок от многодетных семей. Бесплатно у нас 183 многодетные семьи, 5 и более детей тоже, они подали заявку на участие, на отдых детей. Путевки у них уже есть, да? Да, путевки есть, но заявочная кампания будет продолжаться. У нас еще не реализовано 200 путевок. Это бесплатно и с 5-процентной оплатой. Традиционно в лагерях республики пройдут профильные смены. В этом сезоне их будет 16. В связи с тем, что в стране 2019 объявлен годом театра, образовательные программы в оздоровительных учреждениях так или иначе будут связаны с этой темой, подчеркнули в региональном министерстве образования. Ведомстве также добавили, нехватки педагогических кадров быть не должно. Центр молодежных инициатив подготовил 350 воспитателей, причем каждого кандидата проверили на судимость. Работодатели должны смотреть не только там судимость. И поведение должно быть у них нормальное, ответственное, достойное и ряд других моментов. Потому что детей, я говорю, доверяют родители на этот период времени. Вопросом безопасности в оздоровительных учреждениях повышенное внимание. По словам Сергея Кудряшова, все детские лагеря республики оборудованы тревожными кнопками и системой видеонаблюдения. Но опасность, говорят, в региональном Роспотребнадзоре может поджидать детей и на улице. На сегодняшний день только 7 загородных учреждений провели акароцидную обработку территорий. При лабораторном исследовании клещей, которые мы исследовали в лаборатории Центра генепидемиологии, были выявлены инфицированные клещи. То есть риск инфицирования есть. Есть претензии у регионального Роспотребнадзора и к здоровью работников пищеблоков. Лабораторные исследования подтвердили наличие рота и норовирусов у почти 2,5% обследованных сотрудников. От кухни их отстранили и отправили на лечение, добавив, что обнаруженная у них инфекция в последние годы провоцирует вспышку заболеваний в оздоровительных учреждениях. Также под пристальным вниманием санврачей состояние источников водоснабжения и бассейнов, чтобы не допустить распространения энтеровирусов. На совещании Елена Прокопьева отметила, специалисты Роспотребнадзора 100% проверят только загородные лагеря. Состояние дел в пришкольных на совести Министерства образования.